Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия брагоректификационных аппаратов. В этом видео мы рассмотрим процесс ректификации, а также устройство и принцип действия трехколонного брагоректификационного аппарата косвенного действия, двухпоточного брагоректификационного аппарата прямого и полупрямого действия, брагоректификационного аппарата цыганкова и брагоректификационного аппарата с использованием вторичного пара. Это мы сделаем чуть позже, а вначале рассмотрим подробно процесс ректификации спирта. Система этанол-вода. В основе техники ректификации спирта лежит учение о фазовом равновесии. В системе этанол-вода оба компонента летучие. И поэтому в паровой фазе всегда будет присутствовать как этанол, так и вода. Согласно законам, установленным Коноваловым, в паровой фазе относительное количество этанола будет больше, чем воды. До тех пор, пока концентрация спирта в жидкой фазе не достигнет величины 95,57% массовых. При этой концентрации водно-спиртовые пары при атмосферном давлении имеют тот же состав, что и жидкость. Водно-спиртовой раствор этого состава получил название азиотропного или нераздельно кипящего. При дальнейшем увеличении процентного содержания спирта в жидкой фазе количество спирта в парах будет увеличиваться. При расчетах в области ректификации весьма часто возникает необходимость в пересчете состава, заданного в массовых процентах, в молевые или наоборот. Такой пересчет легко осуществляется по графику, который вы сейчас видите на экране. На следующем графике, который вы видите на экране сейчас, представлена кривая равновесие, построенная на основании таблицы равновесия. Таблицу я сейчас скроллю перед вами. Она очень большая и она конечно же не влезет на один экран. Но вернемся обратно к кривой равновесия. Она сейчас снова на экране. Как видно из этого рисунка, азиотропная смесь соответствует точке пересечения диагонали графика и кривой равновесия. Эта точка носит название азиотропной точки. Хотя перегоняемые в спиртовой промышленности растворы по своему составу являются многокомпонентными, в ряде случаев их можно рассматривать как бинарные, состоящие из этанола и воды. Поэтому кривая равновесия системы этанол-вода играет значительную роль в расчетах аппаратов для перегонки и ректификации. Поговорим о примесях спирта. В ходе технологического процесса и особенно в процессе брожения возникает значительное количество разнообразных примесей, которые наряду с этанолом и водой содержатся в бражке и в дальнейшем в ходе перегонки поступают в различные продукты перегонки. Поэтому все производственные жидкости спиртового производства являются многокомпонентными. В литературе указывается до 50 веществ, встречающихся в числе примесей этанола. Все эти примеси летучи, а по своей химической природе могут быть разделены на альдегиды и кетоны, эфиры, спирты, кислоты и амины. При ректификации принято делить примеси на три группы – головные, промежуточные и хвостовые. Однако, как будет показано далее, деление это весьма условно. Для характеристики примесей весьма полезны введенные с орелем и барбе, коэффициенты испарения К и ректификации К'. Коэффициентом испарения К называется отношение содержания летучего компонента в парах в массовых процентах к его содержанию в жидкости. Если обозначить содержание этанола в парах через А, а содержание его в жидкости через А малое, то КСП равно А большое деленное на А малое. Соответственно, если для какой-либо примеси содержание в парах и в жидкости А и Б, то коэффициент испарения примеси КПР равно А деленное на Б. Коэффициентом ректификации К' называется отношение коэффициента испарения примеси КПР коэффициенту испарения этилового спирта КСП. К' равно КПР деленное на КСП или А деленное на А. Коэффициент ректификации рассчитывается по формуле как отношение коэффициента испарения примеси КПР коэффициенту испарения этилового спирта КСП. При этом, подставляя выше приведенные формулы в формулу коэффициента ректификации, получим, что коэффициент ректификации будет рассчитываться как отношение содержания примеси в парах к содержанию примеси в жидкости и отношение содержания этанола в жидкости к содержанию этанола в парах. Полную формулу вы сейчас видите на слайде, а также ее расшифровку. Принято считать, что если коэффициент ректификации больше единицы, то примесь носит головной характер. Если меньше, то она является хвостовой. Если же примесь при некоторых условиях имеет коэффициент ректификации равной единице, то она относится к группе промежуточных. Значение коэффициентов испарения и ректификации в тройных смесях зависит как от концентрации этанола, так и от концентрации примеси. Вероятно, что в более сложных смесях, содержащих несколько примесей, присутствие каждой примеси оказывает свое влияние на значение коэффициентов К и К'. Более полно исследованы тройные смеси этанол, вода, примесь. На слайде представлено два набора графиков. Эти графики составлены метюшевым и представляют собой изменение коэффициентов испарения и коэффициентов ректификации для изомилового спирта, изоамилола. Для изомилового спирта, изоамилола, в зависимости от концентрации этанола и изоамилола в массовых процентах. При концентрации изоамилола приблизительно выше 8%, смотри график справа на слайде. Примесь изоамилол имеет явно хвостовой характер. При меньших же его концентрациях на кривой для коэффициента ректификации имеется точка пересечения с линией К' равно 1. Следовательно, при малых концентрациях изоамилола он будет являться промежуточной примесью. При малых же концентрациях этанола коэффициент ректификации больше единицы, и следовательно, изоамилол относится уже к головным примесям. На этом примере можно увидеть условность разделения примесей на хвостовые, промежуточные и головные. Изо всех примесей этанола указывает цыганков, только вода имеет К' меньше единицы при всех концентрациях спирта и может считаться типичной хвостовой примесью. Следует отметить также, что наличие примесей как летучих, так и нелетучих изменяет положение кривой равновесия. Так, например, в присутствии изоамилового спирта кривая равновесие системы этанол-вода проходит ниже, чем для бинарной системы этанол-вода. Это значит, что для укрепления водно-спиртового раствора в присутствии изоамилового спирта потребуется большее число тарелок, чем для случая чистого раствора этанола в воде. Рассмотрим классификацию брагоректификационных аппаратов. Брагоректификационные аппараты являются основным видом оборудования для выделения спирта и примесей из бражки. Брагоректификационные аппараты могут быть разделены на три основные группы. Аппараты косвенного действия, аппараты прямого действия и аппараты полупрямого действия. Основными колоннами каждого брагоректификационного аппарата являются бражная, эпирационная и ректификационная. В аппаратах косвенного действия в бражной колонне выделяются водно-спиртовые пары, содержащие все примеси спирта. Конденсируясь, эти пары образуют брожной конденсат, который направляется на дальнейшее фракционирование. Аппараты прямого действия отличаются тем, что в них выделение примесей производится непосредственно из брожки, то есть из водно-спиртового раствора малой крепости. Освобожденные от основной части примесей пары направляются для укрепления и окончательной чистки в другие колонны. В аппаратах полупрямого действия брожка не подвергается операции, этим они подобны аппаратам косвенного действия. Однако брожные пары в этом аппарате не конденсируются, а направляются в эпюрационную колонну для выделения примесей головного характера. Освобожденный от них эпюрат в жидкой фазе направляется в ректификационную колонну для дальнейшей очистки и укрепления ректификата. Три указанные выше колонны являются необходимыми элементами брагоректификационного аппарата. В некоторых типах аппаратов, называемых омногоколонными, имеются дополнительные колонны. Севушняя – окончательной очистки, абсорбционно-эпюрационная для концентрации головных и промежуточных фракций. Трехколонный брагоректификационный аппарат, косвенного действия. Схема трехколонного брагоректификационного аппарата косвенного действия производительностью 2000 дал спирта в сутки представлена на слайде. Аппарат состоит из трех колонн – брожной три, операционный – десять и ректификационный – тринадцать. Насосом один бражка подаётся в брожной подогреватель пять, где подогревается парами, поступающими из брожной колонны три. Пары предварительно проходят ловушку четыре, где выделяют увлечённую жидкость. Нагретая в брожном подогревателе бражка поступает в сепаратор семь, где из неё выделяется углекислый газ и часть головных продуктов. Выделившиеся продукты поступают в конденсатор восемь и далее в сепаратор семнадцать. Здесь конденсируются головные продукты, газы удаляются через воздушник. Бражка, освобождённая от газов, поступает в брожную колонну три, имеющую двадцать три тарелки двойного кипячения. Вываренная бражка, барда, удаляется через бардиной регулятор шесть. Конденсат брожных паров из брожного подогревателя пять направляется в операционную колонну десять. Туда же направляется конденсат из спиртоловушки шестнадцать и конденсаторов восемь и девять. Эпирационная колонна десять имеет тридцать девять многоколпачковых тарелок, из которых двадцать в истощающей части. Пары из операционной колонны поднимаются в дефлегматор 11 и конденсатор 12, которые охлаждаются водой. Эфироальдегидная фракция ЭАФ отбирается из конденсатора 12 через фонарь 33 в холодильник 21. Предусмотрена возможность подачи люторной воды на 23 снизу тарелку, а также отвод хвостовых и промежуточных продуктов с 21 и 23, считая снизу тарелок. Эти продукты могут быть направлены в холодильник 22 и далее в маслоотделителе 18. Жидкий эпюрат из эпюрационной колонны самотеком поступает в ректификационную колонну 13 на 16-ю тарелку снизу. В укрепляющей части колонны насчитывается 54 тарелки. Конструкция тарелок как в истощающей, так и в укрепляющей частях много колпачковая. Ректификационная колонна имеет трехбарабанный горизонтальный дефлегматор 14 и конденсатор 15, которые охлаждаются водой. Ректификат отбирается с третьей, четвертой, пятой и шестой тарелок сверху и поступает в холодильник 20 и фонарь 23. Из конденсатора 15 отбирается так называемый непастеризованный спирт, который частью присоединяется к флегме, поступающей на верхнюю колонну, частью же возвращается на верхнюю тарелку эпюрационной колонны. Севушное масло отделяется в паровой фазе с пятой, седьмой, девятой и десятой тарелок снизу и направляется к конденсатор-холодильнику 22, а оттуда в маслоотделитель 18. Промывные воды из маслоотделителя поступают в подогреватель 19, где подогреваются люторной водой. Отсюда их направляют на четвертую тарелку снизу, ректификационной колонны. Промежуточный продукт, севушный спирт, отбирается с 14 и 18 тарелок, считая снизу, и поступает в холодильник 26. Конденсат севушного спирта смешивается с эфироальдегидной фракцией. Выходящий из ректификационной колонны, лютор проходит сначала через холодильник 30, а затем поступает в сборники 28 и 29. Рассмотрим более подробно работу отдельных колонн трехколонного брагоректификационного аппарата косвенного действия. Брожная колонна. Назначение брожной колонны заключается в том, чтобы вываривать из бражки, этанол и все прочие летучие примеси. Барда, уходящая из колонны, должна содержать не более 0,015% массовых этанола. Для работы брожной колонны существенное значение имеет температура, при которой бражка поступает на тарелку питания. Как правило, бражка в брожном подогревателе не нагревается до температуры кипения, поэтому на тарелке питания происходит конденсация водоноспиртовых паров. И за счет их теплоты конденсации бражка доводится до кипения. Вследствие конденсации концентрация спирта в кипящей бражке повышается. Для определения концентрации спирта и температуры кипения бражки на тарелке питания существует несколько методов. Наиболее простым является графический метод с использованием графиков, представленных на слайде, дающий достаточную для технических расчетов точность. Чтобы воспользоваться этим графиком, необходимо определить теплоту недогрева бражки на каждые 100 кг бражки по формуле, представленной на слайде. Удельная теплоемкость бражки находится по уравнению знаменского, представленного на слайде. Откладывая найденное значение QN на оси абсцисс, восстанавливаем из этой точки перпендикуляр до пересечения с линией, отвечающей содержанию спирта в бражке. Из точки пересечения проводим горизонталь, которая покажет на оси ординат содержание этанола в кипящей бражке. Определив концентрацию этанола по таблице, приводимой ранее, находим температуру кипения бражки на тарелке питания. Анализ работы бражной колонны, проведенной Цыганковым и Николаевым, показал, что чем выше температура бражки, поступающей на перегонку, тем экономичнее процесс перегонки. Другим существенным для работы бражной колонны вопросом является вопрос об избытке греющего пара. Теоретическое количество водоноспиртового пара Г, уходящего из бражной колонны на каждые 100 кг бражки, определяется уравнением, представленным на слайде. Из этого уравнения находим Г, также представленным на слайде. В действительности же количество водно-спиртовых паров будет больше за счет избытка водяного пара. Величина этого избытка, характеризующегося коэффициентом избытка пара, в бражных колоннах брагаректификационных, аппаратов, по данным Цыганкова, колеблется в пределах 1,85-1,75. Если искать минимальный рабочий объем колонны в зависимости от величины избытка пара, то, как установил Цыганков, коэффициент бета должен быть принят равным 1,25. Однако оптимальное значение коэффициента бета зависит также и от удельного расхода пара и от потерь спирта. Поэтому избыток пара в 1,25 несколько велик. И для расчетов и эксплуатации бражных колонн, имеющих 23-25 тарелок следует выбирать коэффициент избытка в интервале от 1,05 до 1,10. Цыганков и Николаев составили удобные для пользования расчетные графики, которые вы сейчас видите на слайде, показывающие зависимость удельного расхода нормального пара P от числа теоретических тарелок N и температуры бражки-тебрашки, при которой она поступает в колонну. При построении графиков принято, что потери в барде составляют 0,01 массового процента. Коэффициент избытка пара бета принято равным 1,05. На слайде 6 групп кривых, от 1 до 6, помечено римскими цифрами. Каждая группа отвечает определенному содержанию этанола Х в поступающей бражке. Первая группа 10% объемная, вторая 9% объемная и так далее до 5% объемная. Кривые, входящие в ту или иную группу, соответствуют определенной температуре поступающей бражки. Кривые обозначены арабскими цифрами. 1 – 30 градусов Цельсия, 2 – 40 градусов Цельсия и так далее. На оси абсцисс отложены числа теоретических тарелок N. Если принять КПД тарелок бражной колонны равным 0,5, то число реальных тарелок колонны будет равно 2N. Способ пользования графиком следующий. Вначале задаемся крепостью бражки, например, 7% объемных. Это определит группу кривых, помеченных римскими цифрами. Это будет кривая 4. Пусть Т бражки 80 градусов Цельсия. Число реальных тарелок бражной колонны равно 20. Следовательно, число теоретических тарелок N4 равно 10. Найдя на оси для N4 величину 10, восстанавливаем перпендикуляр до кривой Т бражки, равная 80 градусов Цельсия, то есть кривая 6, отмеченная арабской цифрой. И снося полученную точку на вертикальную ось, определяем удельный расход пара P', который будет равен P' 21,5 кг на декалитр спирта. Если рассматривать бражку как бинарную систему, состоящую только из этанола и воды, то для определения числа тарелок бражной колонны можно воспользоваться графическим методом расчета, предложенным КЭБом и ТИЛе. Уравнение рабочей линии колонны истощения, какой является бражная колонна, для случая обогрева открытым паром имеет следующий вид. Уравнение представлено на слайде. Построив рабочую линию на графике равновесия системы этанол-вода, график представлен на слайде, найдем число необходимых теоретических тарелок. Однако в нижней части графика построение затруднительно, поэтому в интервале концентрации спирта от 0,004 до 0,2% для вычисления числа теоретических тарелок пользуются аналитическим уравнением Сореля-Харина, представленного на слайде. В случае закрытого обогрева бражной колонны, уравнение рабочей линии имеет вид, представленный на слайде. Метод построения ступенчатого графика остается неизменным. Эпюрационная колонна. Эпюрационная колонна аппарата косвенного действия питается конденсатом бражных паров, так называемым бражным конденсатом. Крепость бражного конденсата в зависимости от крепости бражки, величины нагрева и коэффициенты избытка пара колеблется в широких пределах, от 20 до 45% массовых. При такой крепости питания эпюрационной колонны в ней выделяются примеси головного характера. Промежуточные хвостовые примеси передаются с эпюратом в ректификационную колонну. Степень извлечения примеси в эпюрационной колонне определяется коэффициентом испарения примеси К. Удельным расходом пара, концентрацией спирта в исходном продукте и числом тарелок в выварной части эпюрационной колонны. Назовем комплекс К умножить на Г и деленное на Л критерием Сореля-Со. Этот комплекс охватывает все факторы, влияющие на эпюрацию, кроме числа тарелок Н. Обозначим эффект очистки через отношение содержания примеси в питании к содержанию примеси в эпюрате. Альфа-ПР деленное на альфа-Э. И сделаем этот эффект очистки как функцию от критерия Сореля и числа тарелок. Цыганков предложил намограмму для решения этого уравнения, которое представлено на слайде. На горизонтальной оси отложено количество теоретических тарелок в выварной части колонны. На вертикальной оси отношение альфа-ПР к альфа-Э. На поле намограммы нанесены линии Сореля, которые константы. Но каждая линия соответствует критерию Сореля, равному в диапазоне от 0,4 до 13. Для удобства пользования намограммой ее авторам был составлен вспомогательный график, который представлен на слайде. На этом графике даны два семейства кривых. Пунктирные линии дают значение К, то есть коэффициента испарения примесей, для четырех типичных примесей. Сплошные линии построены для различных отношений жидкого и парового потока. Для примера пользования намограммой определим необходимый удельный расход пара для степени вываривания уксусного альдегида. Альфа примесей к альфа в эпюрате равно 10. При крепости брожного дистиллята 40% массовых и числе тарелок 6,5. По вспомогательному графику найдем для уксусного альдегида К4,5. При n равное 6,5 и отношение альфа Пр к альфа Э равное 10 находим по номограмме для Сореля равное 1,1, откуда отношение Г к Л будет 0,25 или ЛГ равно 4, А затем по вспомогательному графику находим уже необходимый удельный расход пара П' равное 0,68 кг на килограмм. Ректификационная колонна Ректификационную колонну питает эпюрат из эпюрационной колонны, освобожденной в значительной мере от головных примесей. Задача ректификационной колонны заключается в следующем. В получении спирта ректификата, в выделении остатков головных и промежуточных продуктов, в выделении хвостовых продуктов сивушного масла, в выведении кубового остатка лютерной воды. Состав жидкости, поступающий в ректификационную колонну, еще очень сложен. Сложны и процессы, идущие в этой колонне. Основным фоном этих процессов является процесс укрепления водно-спиртовой смеси. Процесс протекает на тарелках укрепляющей части колонны. Одновременно в выварной, истощающей части колонны идет процесс вываривания спирта и примесей. В результате этих процессов концентрационная часть колонны заполняется водно-спиртовой смесью, крепость которой повышается по мере приближения к верху колонны. С другой стороны, в кубовой части колонны отводится истощенная, освобожденная от спирта лютерная вода. Артюхов исследовал изменение состава жидкости на тарелках ректификационной колонны. Колонна имела 70 тарелок. Эпюрат подавался на 16-ю тарелку снизу. Рисунок, представленный на слайде, позволяет проследить за изменением крепости спирта содержание эфиров и сивушного масла при различном значении флегмового числа от 2,9 до 4,85. Для кривых изменение концентрации спирта характерно интенсивное изменение концентрации вблизи тарелки питания. Эта интенсивность растет с увеличением флегмового числа, то есть с увеличением расхода пара. В концентрационной части колонны, уже начиная с 31-й тарелки, крепость возрастает до 90-92% объемных. Распределение концентрации примесей по тарелкам колонны связано с изменением концентрации этанола. При этом примеси концентрируются в той части колонны, где их коэффициенты ректификации близки к одному. Так, наивысшая концентрация эфиров достигается на тарелках с 17-й по 25-ю, считая снизу, то есть в зоне, лежащей непосредственно над тарелкой питания. С увеличением флегмового числа концентрация эфиров увеличивается, а зона их концентрации сужается. Часть эфиров проникает на выше лежащие тарелки. Концентрация их будет минимальной на 3-й, 4-й тарелках сверху. Это обусловлено возвратом примесей с флегмой. Целесообразен отвод ректификата из этой зоны колонны. Севушные масла задерживаются на тарелках, где концентрация этанола становится высокой. Но выше 40-й тарелки они не поднимаются. Увеличение флегмового числа или, что тоже, увеличение расхода пара приводит к увеличению концентрации севушного масла и к сужению зоны его распространения. Представляет большой интерес распределение высших спиртов по тарелкам колонны. На слайде показано это распределение по данным хроматографического анализа. Изоамиловый спирт накапливается на тарелках с 7-й по 11-ю. Максимальная его концентрация найдена равной 10% объемных. Концентрация этанола в этой зоне от 30 до 45,5% объемных. Изобутиловый и пропиловый спирты концентрируются на нижних тарелках укрепляющей части колонны. Максимальная концентрация изобутилового спирта с 6,3% объемных. Найдена на 17-й тарелке. На которой концентрация этанола 74-75% объемных. Соответственно, для N-пропилового спирта максимум концентрации 7% объемных находится на тарелках с 19-ю по 21-ю. При концентрации этанола на этих же тарелках от 82,5% до 86% объемных. На работу ректификационной колонны существенное влияние оказывает, как это видно из рисунка на слайде, величина флегмового числа, а также крепость Эпюрата. При получении спирта высшей очистки из Эпюрата крепости 30% объемных, флегмовое число должно быть не менее 4-х. Число тарелок равно 66-ти. А при крепости Эпюрата 40% объемных, флегмовое число может быть взято равным 3,25. Снижение концентрации Эпюрата уменьшает производительность ректификационной колонны, а следовательно и производительность всего брагоректификационного аппарата. Примерный расчет трехколонного брагоректификационного аппарата косвенного действия производительностью 2000 дал в сутки спирта высшей очистки с концентрацией спирта в бражке 7 массовых процентов, начальной температурой бражки, поступающей в бражную колонну 70 градусов Цельсия, давлением греющего пара 1,5 атмосферы и потерями спирта при брагоректификации 0,6 массовых процентов в бражке, из них в бражной колонне 0,2 процента и в ректификационной 0,4 процента вы можете найти по ссылке в описании. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете скачать файл с примерным расчетом трехколонного брагоректификационного аппарата косвенного действия с Google Doc или Яндекс.Диска. В этом расчете производится расчет бражной колонны, эпирационной колонны и ректификационной колонны, а также в конце расчета приводятся тепловые балансы колонны на 100 килограмм бражки. Я считаю излишним помещать этот подробный расчет в данное видео. Рассмотрим двухпоточный брагоректификационный аппарат прямого действия. В аппарате прямого действия эпирации подвергается бражка. Таким образом, выделение примесей в нем производится из слабых водно-спиртовых смесей, что обеспечивает лучшее выделение примесей. Одним из аппаратов этого типа является двухпоточный аппарат, представленный на слайде. Аппарат имеет четыре колонны – бражную, эпирационную и две ректификационных. Бражная колонна состоит из двух частей – верхней оперирующей части 5 и нижней выварной 6. Бражка подается насосом 1 через брожной подогреватель 2. В этом подогревателе бражка подогревается до температуры 75-77 градусов Цельсия водно-спиртовыми парами, поступающими из первой ректификационной колонны. В этом подогревателе бражка подогревается до температуры 75-77 градусов Цельсия водно-спиртовыми парами, поступающими из первой ректификационной колонны 15. Подогреватель 2 является дефлегматором этой колонны. Подогретая бражка через сепаратор углекислоты 3 поступает на верхнюю тарелку эпюрирующей части брожной колонны 5. При малой концентрации спирта в бражке из нее в эпюрирующей колонне удаляются почти все примеси. Выделившиеся пары поступают в дефлегматор 8 и конденсатор 9. Конденсат паров, содержащих спирт, примеси и воду, направляют в эпюрирующую колонну 12. Количество паров, поступающих в дефлегматор 8 регулируется заслонкой, которая установлена на трубе, соединяющей колонну 5 с дефлегматором 8. Таким образом, примеси в этом аппарате подвергаются двойной эпюрации. Эпюрированная бражка, почти полностью освобожденная от примесей, поступает в выварную часть брожной колонны 6, где от нее отделяется барда. Водно-спиртовые пары с верхней тарелки через пеноловушку 10 направляют в ректификационную колонну 15. Эпюрат из-за колонны 12 направляется во вторую ректификационную колонну 16. Эпюрационная колонна имеет дефлегматор 13 и конденсатор 14, из-за которого отбирают в холодильник 20 концентрированную эфироальдегидную фракцию. Севушное масло отбирают из второй ректификационной колонны. Предусмотрена возможность отбора севушного масла и из первой ректификационной колонны в том случае, когда вторая ректификационная колонна отключается и работа идет на один поток. Или когда при работе на кондиционном сырье, часть эпюрата из колонны 12 направляется в колонну 15. Спирт-ректификат отбирается во второй ректификационной колонне 16 через холодильник 21. Колонна 16 имеет дефлегматор 17 и конденсатор 18, которые снабжают ее флегмой. Часть жидкости из конденсатора 18 возвращается в колонну 12. Спирт-ловушка 19 связана с конденсаторами ректификационных колонн. Вторая спирт-ловушка, не показанная на схеме, связана с сепаратором углекислоты и конденсаторами эпюрационных колонн. В брожной колонне двухпоточного аппарата устанавливают. В эпюрационной части 9 тарелок двойной выварки с расстоянием между тарелками 280 мм. В выварной части 22 сетчатые тарелки с расстоянием между тарелками 500 мм. В эпюрационной колонне 32 многоколпачковые тарелки, из них 7 в концентрационной части. В первой и второй ректификационных колоннах по 66 многоколпачковых тарелок, из них 16 в выварной части. Двухпоточный аппарат отличается от аппарата косвенного действия, большей приспособляемостью к условиям работы, качеству брожки и меньшим расходом пара. Были проведены испытания и сравнения схем трехколонного аппарата косвенного действия и двухпоточного по основным показателям. Испытания проводились на аппарате косвенного действия с производительностью 3000 дал в сутки. Этот же аппарат был затем реконструирован по схеме двухпоточного аппарата. Как видно из таблицы на слайде, показатели двухпоточного аппарата прямого действия значительно лучше. Показатели трехколонного аппарата косвенного действия. Брагоректификационный аппарат конструкции Цыганкова. Другим типом брагоректификационного аппарата, в котором используется операция бражки и который также может быть отнесен к группе аппаратов прямого действия, является аппарат, предложенный ПС Цыганковым. Принципиальная схема аппарата представлена на слайде. Аппарат имеет четыре колонны. Колонна 2, операционная, служит для выделения примесей из бражки. Вследствие того, что операции подвергается бражка, являющаяся слабым спиртовым раствором, в этой колонне выделяются не только головные примеси и углекислота, но и часть промежуточных примесей. Ректификационная колонна 3 установлена непосредственно на брожной колонне 4. Брожная колонна 4 питается эпюратом из колонны 2 и служит для вываривания спирта и остатков примесей из эпюрированной бражки. Выделившиеся в брожной колонне пары поступают в ректификационную колонну 3, где происходит концентрирование спирта, очистка его от хвостовых и промежуточных примесей, а также и от тех головных примесей, которые не были выделены в эпюрационной колонне. Брожная колонна питается открытым или закрытым паром, на схеме открытым. Кроме того, водно-спиртовые пары из брожной колонны обогревают эпюрационную колонну 2. Колонна 1, называемая автором абсорбционно-эпюрационной, предназначается для выделения спирта из эфира, альдегидной и сивушной фракций. На верхнюю тарелку этой колонны поступает вода, которая абсорбирует спирт, содержащийся в указанных фракциях. Здесь используется принцип, получивший название гидроселекции, который заключается в повышении коэффициентов ректификации примесей за счет уменьшения концентрации этанола в примесях и уменьшения самих примесей. Слабый водно-спиртовой раствор поступает в брожную колонну. Пары, удаляемые из колонны, содержат в концентрированном виде все примеси. Сивушная фракция отбирается в ректификационной колонне и направляется в колонну 1 для укрепления. Предусмотрена также отдельная обработка сивушной фракции в маслоотделителе, не показанном на схеме. Конденсат паров из конденсатора 6 колонны 1 поступает в декантатор 7. Здесь концентрированные примеси отделяются от воды, которую подают затем на верхнюю тарелку колонны 1. А примеси направляют в хранилище. Колонну окончательной очистки 5 питает пастеризованный спирт. Обогревается колонна закрытым паром. Ректификат отбирается внизу колонны и поступает через холодильник 14 на фонарь. Отбор непастеризованного спирта производят из конденсатора 9 ректификационной колонны и направляют спирт в колонну 1 или выводят из аппарата. Головные продукты, выделенные в колонне окончательной очистки 5 или направляют в колонну 1 или выводят из аппарата. Рассматриваемый аппарат по подсчетам его автора должен обеспечить высокую экономичность и снизить расход пара до 32 кг и воды до 0,2 кубометра на 1 дал спирта. Следует отметить, что применение абсорбционно-эперационной колонны для концентрации эфира альдегидной фракции и выделение из нее этанола может быть осуществлено и при любом другом типе брагоректификационного аппарата. Цыганков и Носенко провели подобные испытания на червонском спиртовом заводе. Брагоректификационный аппарат косвенного действия производительностью 3000 дал спирта в сутки был дополнен колонной диаметром 700 мм с 39 многоколпачковыми тарелками, имеющей укрепляющую часть 5 и истощающую 6. В укрепляющей части находилось 16 тарелок. Колонна имела дефлегматор 8 с поверхностью 15 квадратных метров и декантатор 9 емкостью 30 литров. Из эперационной колонны 1 отбиралось 4% эфира альдегидной фракции от общего выхода этанола. Эфира альдегидная фракция направлялась на питательную тарелку дополнительной колонны, обогреваемую острым паром. На верхнюю тарелку подавалась горячая люторная вода. Конденсат пара из дефлегматора направляли в декантатор, где конденсат разделялся на два слоя. Верхний слой – концентрат эфира альдегидной фракции. Нижний – водно-спиртовая смесь с крепостью 4-5% объемных. Водно-спиртовую смесь добавляли к брашке для укрепления последней. Выход концентрата эфира альдегидной фракции составил 0,1-0,2% от общего выхода спирта. Выход ректификата увеличился до 99,5% от общего выхода этанола. Расход пара в дополнительной колонне составил 125 кг в час. Расход люторной воды – 1000 литров в час. Качество ректификата при испытании не ухудшилось. Брагоректификационный аппарат полупрямого действия является дальнейшим усовершенствованием двухпоточной схемы. Аппарат состоит из трех колонн вместо четырех в двухпоточном аппарате – брожной, эфирационной и ректификационной. Брашка насосом 1 прокачивается через подогреватели 2 и 3. Первый из них обогревается парами ректификационной колонны, второй – парами эпюрационной или брожной колонны. Подогретая брашка поступает на верхнюю тарелку эпюрирующей части 5 брожной колонны. Эпюрированную брашку отводят в выварную часть 6 колонны. Выделяющиеся из брашки водно-спиртовые пары частично поднимаются вверх колонны, частично через запорное устройство 11 идут в ректификационную колонну 12. Эпюрационная колонна 10 служит для выделения ЭАФ из всех полупродуктов, содержащих ее компоненты. Очищенный от головных примесей эпюрат в виде жидкости также подается в ректификационную колонну 12. Колонна 12 выше точки отбора спирта-ректификата, имеет несколько тарелок, которые служат для абсорбции метанола. Ректификационная колонна 12 обогревается водно-спиртовым паром, поступающим с верхней тарелки выварной части брожной колонны. Кроме того, в кубовую часть ректификационной колонны подается открытый пар в количестве 7-8 кг на 1 дал спирта. Бражная колонна обогревается открытым паром. Металлоемкость брагоректификационного аппарата по этой схеме уменьшена по сравнению с другими схемами. Брагоректификационные аппараты с использованием вторичного пара. Значительный расход тепла на ректификацию побуждает изыскивать способы, которые могли бы его уменьшить. Есть три направления, по которым можно вести эту работу. Первое. Комбинирование брагоректификационного аппарата с многокорпусной выпарной установкой для выпаривания барды. Второе. Многократное использование тепла в брагоректификационном аппарате путем создания в его колоннах различного давления. Третье. Применение принципа теплового насоса. Комбинирование брагоректификационного и многокорпусного выпарного аппаратов. Проблема использования первичной и вторичной меласной барды связана с задачей ее концентрации. Концентрация меласной барды производится в многокорпусных выпарных установках. Корпуса этой установки продуцируют пар, который может быть использован как экстра пар для обогрева колонн брагоректификационного аппарата. В этом случае обогрев колонн производится через поверхность нагрева кипятильников. На слайде представлена схема комбинирования трехкорпусной выпарной установки и брагоректификационного аппарата, работающего под давлением. В таблице приведены показатели выпарной установки комбинированного аппарата. Экстра пар первого корпуса выпарки используется для обогрева кипятильников брожной колонны. Кипятильники ректификационной колонны обогреваются экстра паром второго корпуса. Кипятильники эпирационной колонны греются экстра паром третьего корпуса выпарки. Общий расход греющего пара на комбинированный аппарат составляет, согласно расчету, 66 килограмм надал спирта. Расчеты показали, что наиболее экономичен комбинированный аппарат, в котором выпарная установка работает под давлением, с использованием паров, самоиспарения и теплоконденсаторов. Если принять, что расход пара на трехколонный брага-ректификационный аппарат составляет 60 килограмм надал спирта, то можно заключить, что расход пара на комбинированный аппарат находится на том же уровне. Брага-ректификационный аппарат с применением различного давления в отдельных колоннах. Абпарат насчитывает от трех до шести колонн. Это позволяет установить определенный перепад давлений, и в колоннах можно использовать вторичный пар. Приемы вторичного использования пара могут быть различными. На слайде представлены два возможных варианта. В первом из них, на слайде под буквой А, для образования вторичного пара используется дефлегматор-испаритель. Колонна 1 работает под давлением большим, чем колонна 2. Пары из колонны 1 поступают в межтрубное пространство дефлегматора-испарителя 3, работающего по принципу выпарки. В его трубах циркулирует вода, которая, испаряясь за счет конденсирующихся паров, поступивших из колонны, образует вторичный пар, обогревающий колонну 2. В этой колонне давление должно быть несколько меньше давления в первой колонне, чтобы имелся достаточный перепад температур. Разница давлений может быть создана либо за счет повышения давления в колонне 1, либо за счет создания пониженного давления в колонне 2 вакуум. На том же слайде показана схема с применением дефлегматора-кипятильника 4. Схема под буквой Б. В этом случае пары из колонны 1, работающие под более высоким давлением, поступают в межтрубное пространство дефлегматора-кипятильника 4, колонны 2. Конденсат паров откачивается насосом и подается как флегма в колонну 1, и как питание в колонну 2. Рассмотрим схему брагоректификационного аппарата с многократным использованием вторичного пара. Аппарат работает по принципу аппаратов полупрямого действия и имеет 4 колонны. Бражную 5, операционную 12, ректификационную 24 и севушную 18. Бражная колонна должна работать под давлением 1,2 атмосфер и операционная под давлением четверть атмосферы. В колоннах ректификационной и севушной устанавливается давление 2,75 атмосферы. Бражку насосом 1, по трубопроводу 2 перекачивают в подогреватель 3, обогреваемый бардой, отходящий из брожной колонны 5. Пройдя сепаратор углекислоты 4, бражка поступает в колонну 5. Вводы на спиртовые пары, содержащие все примеси, отводятся в межтрубное пространство кипятильника 14. А брожной конденсат насосом 15 подается в операционную колонну 12. Избыточная часть паров через редукционный вентиль 13 поступает в ту же колонну. Эпюрационная колонна через дефлегматор 19 и конденсатор 20 присоединена к конденсатору вакуумной установки и вакуум-насосу. Из конденсатора 20 отбирается эфироальдегидная фракция. Схема предусматривает подачу в операционную колонну лютерной воды по трубопроводу 16 и отбор промежуточных продуктов в севушную колонну 18 по трубопроводу 17. Эпюрат насосом 21 направляют в лютерный подогреватель 22. А затем по трубопроводу 23 подают в ректификационную колонну 24, работающую под давлением. Пары этой колонны, так же как и пары севушной колонны 18, поступают в межтрубное пространство дефлегматоров-испарителей 9 и 10. Наклонные трубчатые теплообменники соединенные с паросепаратором. В трубках кипит лютерная вода, а образующийся пар направляется по трубе 8 для обогревания брожной колонны 5. Конденсат паров из дефлегматоров-испарителей стекает как флегма в колонны 24 и 18. В брожную колонну может поступать так же и свежий пар по трубе 11. В описанном аппарате предполагалось использовать тепло трижды. Однако в действительности расход тепла уменьшается не в три раза, а только в два раза. Оригинальная схема брагоректификационного аппарата с использованием вторичного пара была предложена В.И. Баранцевым. В этом аппарате устанавливается три колонны. Брожная 1, ректификационная 13 и операционная 17. Из них брожная работает под вакуумом 80-82 кПа. Эперационная и ректификационная колонны работают при атмосферном давлении. Аппарат работает по типу аппаратов косвенного действия. То есть брожной конденсат из дефлегматора и конденсатора брожной колонны поступает в эпирационную колонну 17. Конденсатор брожной колонны соединен с вакуум-насосом, создающим вакуум в брожной колонне. Брожная колонна обогревается вторичным паром, подаваемым из испарителя 9. В испарителе 9 происходит самоиспарение горячих конденсатов, поступивших из кипятильников 18 и 14, эпирационной и ректификационной колонн, а также горячей воды из дефлегматора ректификационной колонны. Жидкость стекает по барометрической трубе в сборник 16. Расчетом установлена ожидаемая экономия пара 12%. Представляет интерес то обстоятельство, что при повышении вакуума до 94 кПс сохраняется жизнедеятельность дрожжей в барде, и барда может быть направлена на сепараторы для последующего их выделения. Закрытый обогрев колонн брагоректификационных аппаратов. Существует два способа обогрева колонн. Через барбатеры и через поверхности нагрева. Так называемый закрытый обогрев. Закрытый обогрев колонн имеет значительные преимущества. Такой обогрев улучшает качество спирта, так как исключает возможность попадания в продукт примесей, вносимых с открытым паром. Последний присутствует в паре, когда паровые котлы заполняют водой, содержащей органические примеси. Если колонны обогреваются отработанным паром, то возможен занос в колонны машинного масла. Концентрация сухих веществ в барде при закрытом обогреве выше, чем при нагреве открытым паром, так как барда не разбавляется конденсатом пара. Закрытый обогрев дает возможность сэкономить топливо за счет возврата конденсата в котельную для питания паровых котлов. В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности была проведена обширная работа по изучению теплопередачи в кипятильниках брагооректификационных аппаратов. На основании этих исследований были разработаны рекомендации по их проектированию и установке кипятильников. Определение поверхности нагрева кипятильников колонн брагооректификационных аппаратов С достаточной для инженерных расчетов точностью предлагалось проводить по номограммам, составленным Саганем и Тюбелевичем и другими исследователями. Номограммы для определения удельной поверхности нагрева кипятильников построены для различных материалов труб поверхности нагрева и различных значений удельного расхода пара в зависимости от колонн. Сейчас вы видите слайд с номограммой для определения удельной поверхности нагрева кипятильников, ректификационной и севушной колонн. Сейчас на слайде номограмма для расчета удельной поверхности нагрева кипятильников брожной колонны. На этом слайде представлена номограмма для определения удельной поверхности нагрева кипятильников колонны окончательной очистки. А на этом номограмма для определения удельной поверхности нагрева кипятильников эпирационной колонны. В качестве исходной оси намограмм принята общая полезная разность температур ΔT, как величина известная по условиям работы завода, и рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Конечной шкалой намограмм является потребная удельная поверхность нагрева F. В квадратных метрах на 1000 дал спирта с суточной производительности завода. На промежуточной шкале нанесены значения удельного теплового потока Q, необходимые для дальнейшего определения оптимального уровня, при котором средняя величина коэффициента теплоотдачи от стенки трубы кипящей жидкости имеет максимальное значение при данной температуре греющего пара. Таким образом, располагая общей разностью температур и удельным расходом пара на колонну P' для принятого материала и рабочей длины кипятильных труб, с помощью представленных намограмм можно легко найти потребную удельную поверхность нагрева. В правой части каждой намограммы для расчета удельной поверхности нагрева кипятильников представлена зависимость общей разности температур ΔТ общая теплового потока Q с учетом материала кипятильных труб нержавеющая сталь или медь и длины кипятильных труб L труб от 1 до 2,5 метров. Для брожной колонны учитывается продолжительность работы кипятильника между чистками поверхности нагрева. В левой части намограмм сплошные наклонные линии выражают различные значения удельных расходов пара на колонну. На намограммах показан ключ к использованию их. Для установки кипятильников предложены следующие рекомендации. В качестве нулевой отметки при монтаже и установке кипятильников служит плоскость оси штуцера в выварной части колонны. Через штуцер осуществляется отвод кубовой жидкости из колонны к гидрозатвору, бардорегулятору. Установка кипятильника должна быть произведена таким образом, чтобы во время его работы пьезометрический уровень в кипятильных трубах соответствовал оптимальному. Как известно, значение оптимального пьезометрического уровня зависит от величины среднего значения теплового потока Q, которое определяется средней разностью между температурой насыщения греющего пара и средней температурой жидкости в кипятильной трубе ΔТ. Q находим по намограммам, которые я демонстрировал ранее, но сейчас я их вам показываю в режиме слайд-шоу. На основе проведенных исследований получена зависимость оптимальных значений пьезометрического уровня H оптимальная от удельных значений теплового потока для рабочих сред кипятильников, колонн, брагоректификационных аппаратов. Смотрите на слайде. Величина H оптимальная дана в процентах от рабочей длины труб L труб. При известном значении H оптимальная, смотрите на слайде, кипятильник должен быть установлен таким образом, чтобы длина кипятильных труб ниже оси штуцера была равна H оптимальная плюс 10-15% от рабочей длины труб L рабочая. Величина 10-15% учитывает необходимый запас уровня при возможных отклонениях режима работы кипятильника от расчетного. Отбор жидкости в кубовой колонне к кипятильнику должен находиться ниже отметки отвода жидкости из колонны. Смотри рисунок на слайде. Штуцер отвода пара жидкостной смеси от кипятильника к колонне должен располагаться выше уровня жидкости в кубовой части колонны. Размеры присоединительных патрубков рекомендуется определять после расчета поверхности нагрева в следующей последовательности. Во-первых, определяем диаметр трубы, подводящую жидкость к кипятильнику. Диаметр принимаем исходя из скорости жидкости омега-жидкости от 0,7 до 1 метра в секунду. По известному из теплового расчета значению удельного теплового потока Q определяем соответствующее ему значение скорости циркуляции в омега по рисунку, представленному на слайде. Секундный расход жидкости в килограммах в секунду через циркуляционные трубы определим по формуле, представленной на слайде. Далее определяем площадь сечения подводящей трубы в квадратных метрах и диаметр патрубка в метрах. Максимальное расстояние от нижней крышки кипятильника до трубной решетки должно быть не менее 300 мм. Во-вторых, рассчитываем диаметр трубы, отводящей парожидкостную смесь. Площадь сечения для отвода парожидкостной смеси в квадратных метрах определяется по формуле на слайде. Количество вторичного пара P в килограммах в секунду определяется по формуле, представленной на слайде. Исходя из значения величины WP определяем диаметр отводящего патрубка по уравнению аналогичному для работы подводящего патрубка. Максимальное расстояние от трубной решетки до верхней крышки кипятильника должно составлять не менее 500 мм. В-третьих, расчет патрубка подводящего греющий пар. Скорость пара принимается равной 30-35 м в секунду. Количество подводимого греющего пара определяем по формуле на слайде. И в-четвертых, учитываем, что при расчете патрубка для отвода конденсата, скорость конденсата принимается от 0,5 до 0,7 м в секунду. А в остальном расчет тот же. В этом видео мы рассмотрели устройство, классификацию, принцип действия, а также теоретические основы работы брага-ректификационных аппаратов. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.